Под заголовок. Встреча с Нистором. С того дня Мойша Лейб все время требовал от своего друга, чтобы тот рассказывал ему побольше о скрытых цадиках. Его обуяло также страстное желание самому познакомиться с Нистором. — Сделай мне одолжение, — упрашивал он своего друга, — познакомь меня с Нистором. Ты говоришь ведь, что твой отец знается с Нисторами, и что когда они появляются в Бешенковичах, они с твоим отцом дружат. Гронем Элья кивал головой, и Моша Лейб считал, что это он обещает выполнить его просьбу. Но прошло два-три месяца, а желание Мойша Лейба все еще не осуществилось. Его друг рассказывал ему разные истории о Нисторах, но ни слова о том, что кто-либо из них появился в местечке. Однажды, когда Мойша Лейб шел из дома в синагогу, он заметил издали группу людей. Был теплый солнечный летний день. Мойша Лейба охватила любопытство узнать, что именно заставило евреев собраться на улице в один из обычных будних дней. Он подошел к группе и, протолкнувшись сквозь толпу, вскоре оказался в самом ее центре. Незнакомый еврей стоял здесь и что-то говорил. Уже один внешний вид оратора возбудил любопытством у Шелейба. Он был высокого роста, волосы на голове черные, лицо худое. На нем была шуба и меховая шапка, несмотря на теплый день. Его слова вызвали у Мойша Лейба не меньшее удивление, чем вся его внешность. Он говорил о важности торговать честно. Он рассказал о суровой каре, ожидающей тех, которые отбивают хлебу других. Все кругом прислушивались к его словам с большим интересом. Мойша Лейб сразу же сообразил, что это и есть Нистор. Он был в восторге. Он так долго мечтал о Нисторе. А тут вот он перед тобой, в плоти и крови. Когда Мойша Лейб пришел в синагогу, он рассказал своему другу об этой встрече. Гронем Элья согласился, что это и впрямь должен быть Нистор. Оба вышли на улицу посмотреть на него. Толпа уже выросла. Среди собравшихся был также и Шамы с Раби Вольф. Все прислушивались к словам пришельца. Оба и Шиботника не могли уже протолкнуться сквозь толпу. Они не могли даже слышать отчетливо слова оратора. Больше Мойша Лейб Нистора не видел. Он не видел больше и других Нисторов. Придя домой в тот вечер, он рассказал отцу Рош-Яшиве, Рабе Юсефу Акиве о своей встрече с Нистором. Он рассказал ему также то, что он услышал от своего друга о Нисторах вообще. Отец выслушал его с большим вниманием, а затем начал разъяснять ему весь вопрос о Нисторах. И оказалось, что это полностью противоречит тому, что представлял себе Мойша Лейб. Впервые он узнал, что его отец не сторонник этого движения, и что в его глазах Нисторы – никчемные простые люди, пользующиеся «святыми именами» и заклинаниями, что совершенно противно духу Торы. «Ты должен держаться подальше от этих Нисторов», – наказал ему отец. «Я приказываю это тебе как отец, которого ты обязан почитать. Я требую от тебя не прислушиваться больше к словам Нистора, если таковой попадется тебе на улице или где бы то ни было. Я также требую от тебя не дружить более с Грономом Эльей и не слушать его рассказы о Нисторах. Это все пустые разговоры, которые не должны занимать тебя». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!